Всем привет, ребята! С вами Вика. Я сейчас занималась уборкой, разобрала туалетный столик, рабочий стол и параллельно собираю косметичку в путешествии. Кстати, я вам еще не рассказывала, но совсем скоро я уже поеду в новые путешествия в Узбекистан, поэтому мне нужно собрать чемоданы, докупить все необходимое, собрать косметичку, короче, дел еще полно. И плюс нужно еще решать дела в Корее, сходить к стоматологу, ну и так далее. Я еще на днях обновила маникюр, подготовилась к поездке. И специально сейчас снимаю со вспышкой, чтобы показать, как красиво все переливается и блестит. Это кошачий глаз. Очень красивый оттенок, правда? Купила в Тайсо вот такие влагопоглотители и раскидаю их по разным точкам. Этот, например, в шкаф для обуви пойдет, этот шкаф для одежды, и вот этот на кухню среди приправ, среди всяких сухих продуктов, потому что недавно пришлось перец молотый выбросить из-за того, что там уже мох пророс из-за повышенной влажности. А влажность сейчас очень высокая. А вот этот влагопоглотитель, он старый, и обратите внимание, сколько здесь воды собралось. Вот есть еще такой же заполненный, но он на кухне. Вот как сейчас выглядит мой туалетный столик, но это еще не окончательный вариант. Я потом еще буду разбирать с расхламлением, буду выбрасывать то, что мне не подошло, где срок годности вышел, а пока что мне нравится, что хотя бы здесь вот нет ничего лишнего, потому что до этого все было заставлено. Хочу вам еще показать одну из последних покупок для поездки в Узбекистан, это надувной матрас в виде ананаса. Я когда его уже купила и прошло несколько дней, захожу в ТикТок и увидела, что точно такой же был в одном из клипов с Трейкитс. Я так обрадовалась, когда увидела его в клипе, и уже представляю, как мы с детьми будем купаться с ним в бассейне. Наконец-то у меня появилось время на себя, и я сейчас буду наносить свой уход. Кстати, один из таких самых популярных вопросов, которые мне задают, это какой косметикой я пользуюсь и как вообще ухаживаю за кожей. Поэтому да, сейчас я вам покажу. И начну я с вот такого крема для зоны вокруг глаз от бренда Selim Max. Обратите внимание, какая у него упаковка, минималистичная, и нет ничего лишнего. Удобно положить в косметичку, и много места это не занимает. Крем для зоны вокруг глаз нужен обязательно, особенно в моем возрасте, а мне, я напомню, 32 года. И наношу я вот так вот точечно, по скуловой кости. То есть делаю вот такие вот где-то 4-5 точки, и затем вбивающими движениями, вот так подушечками пальцев, вбиваю и распределяю крем. Он очень хорошо впитывается. И то же самое проделаем со вторым глазом. Так вот, точки. Что мне нравится у косметики Selimax, это то, что она идет с экстрактом нони. Здесь комплекс пептидов, масел, бакучо, то есть все самое лучшее для зоны вокруг глаз. Эта зона, как известно, она у нас самая такая тонкая, и очень нужно с ней аккуратно и деликатно обходиться. Крем очень хорошо увлажняет, убирает морщинки, заломы, и способствует избавлению от темных кругов под глазами. Обязательно возьму с собой в путешествие, и как я уже сказала, места много оно не занимает. Так же, как и вот этот крем для лица. Он также с экстрактом нони, подойдет для раздраженной, сухой кожи, проблемной кожи. Он отлично просто увлажняет вот этот крем. У него консистенция такая, сейчас я вам покажу. Она немножко зеленоватая, но при этом она просто отлично впитывает, и крем подстраивается по температуру кожи. Причем объема крема хватает совсем немного, там буквально горошину. Но если у вас, например, очень сухая кожа, раздраженная, и вы чувствуете, что хотите ее увлажнить, то крем можно использовать как маску. Я как делаю? Беру 3-4 объема крема и просто наношу его, оставляю на ночь, как ночную маску, а утром иду и смываю пенкой. И после этого кожа сразу становится напитанной, сияющей. И главное, не оставляет никакого ощущения липкости, а то, знаете, летом очень сложно подобрать уход. Мне, например, в такую жару не хочется вообще наносить уход, потому что все это потом на подушке размазывается, и ощущение липкости я не люблю. А с этим кремом вообще такого нет. Плюс также мне нравится упаковка. Легко можно положить в сумочку, много места не занимает, можно не переживать, что что-то выльется. Все надежно защищено, и этот крем я тоже заберу с собой в путешествие. У меня, знаете, в последнее время кожа стала очень чувствительной и, на удивление, сухой. Обычно она у меня сухая становится только зимой, ну, там, из-за отопления, из-за ветров, холодов, а это в период влажности она у меня стала сохнуть. Я не знаю, почему, с чем это связано. И вот этот крем, это просто спасение для моей кожи. Как вы поняли, я осталась в полном восторге от косметики Селимакс, и поэтому, девочки, хочу поделиться с вами, где ее можно приобрести, на Wildberries и в Золотом Яблоке. Ссылочки оставлю в описании. Это еще и отличная идея для подарка маме, бабушке, сестре, девушке и так далее, потому что косметика гипоаллергенная, и можно не бояться, что выскочит аллергия или какая-нибудь реакция. Мне она понравилась, и я с удовольствием буду пользоваться ею и дальше. Приехали в торговый центр на шопинг. Я хочу себе взять что-нибудь для поездки в Узбекистан и заодно посмотреть, какие актуальные тренды этого сезона в Корее. И, по идее, половина лета уже прошла, поэтому многие вещи должны быть на скидках. В общем, пройдемся и посмотрим, что есть интересного. Да, как я и предполагала, многие вещи сейчас на скидках 50%. Всякие кофточки тоже на скидках. Вот это написано 50 тысяч. Но я не знаю, это окончательная цена, или же от нее еще 50% пойдет скидка. Вот эти кофточки тоже на скидках, тоже такая цена 50 тысяч. Это ты не знаешь, окончательная цена? Или же от нее пойдет скидка? Нет, видишь, это своя цена, минус 50%, иначе будет 25 тысяч. 25, а, ну все. Просто они иногда пишут окончательную уже вот здесь на ценнике, а иногда нужно высчитывать самим. То есть вот такие есть кофточки. Наверное, только сегодня, да? Вот еще голубые кофточки, но они очень плотные, конечно. Это не ХБ, в жару в таких не походишь. Джинсы тоже на скидках. Вот мне что нравится, вот эти, например, летние джинсы, у них ткань тонкая, и можно будет летом носить. Ну, хотя я сомневаюсь, при такой влажности вообще не хочется что-то с длинными штанами. Хочется только в шортах. Хотела я себе взять топики. Есть только вот такие. Тоже очень плотные. И сам фасон мне не нравится такой. Как они будут сидеть на фигуре, вот непонятно. Широкие какие-то. А нет именно вот круп топов. Нет, я что-то не могу найти. Зато есть жилетка. Только непонятно, зачем летом жилетом я сидя. Добрались до отдела с платьями. Посмотрим, какие есть модели. Так, это будет 30 тысяч получается со скидкой. А здесь укороченные модельки, да. Посмотрим, что есть. Так, так, так. Чё-то не то. Это типа сарафанов. На лямочках. Ну, это все такие, знаешь, а-ля детские. Как на пятилетнюю девочку. Даже Лера уж такие не хочет носить. Есть еще такие модельки. Сейчас их посмотрим. А вы в комментариях напишите, какая вам понравилась. Или это только мне ничего не нравится. Так, цветочный принт, он всегда актуален. Это платье на запахе еще более-менее. Но опять-таки, надо мерить. Надо посмотреть. Возможно, оно будет просвечивать. Но и это не проблема. Можно будет надеть под юбник. А вот еще есть такое зелененькое платье. Оно на пуговках. Пуговки просто обманка. Тоже более-менее нормальное, да, если сравнивать с предыдущими модельками. Примерила я одно платье. Вот как оно выглядит. Вроде неплохо. В целом, по длине мне хорошо село. Мне не нравятся эти рукава-фонарики. Они объемные. Как-то они очень сидят. Хотя сам фасон, формат таких рукавов мне нравился раньше. Может, на этом платье как-то не так сидит. Оно на запахе. Вроде нормально. Здесь все закрыто. Я просто не стала повточку снимать, что мне так лень было. Не хотела переодеваться. В общем, вот так вот смотрится. Сейчас еще другое примерю и посмотрим. Может быть, какое-нибудь и возьмем. Сайл инженер. Вот еще одно платье. Длина тоже мне подходит. Ну, не знаю. Сейчас подумаю. Как вроде нормально село. Просто сейчас очередь за мной стоит. Быстро есть. Хотя есть еще другие примерочные. Не дают мне нормально отснять. Напишите в комментариях, какое из платьев вам понравилось больше всего. Смотрите, какую я кофточку нашла на Леру. Она такая же, как и у меня. Такое же плетение. Прикольно, да? Нашла я вот такие топы. Материал такой прохладный, приятный. Но больше похож на лифт. Особенно вот этот. Ну, то есть нижнее белье. Вот еще такой полосатый есть. Но мне хочется чего-то такого модного, трендового. Нет, не это. Ну, вообще, в Корее я заметила, как топы, вот с ними беда. Да и не только с ними, честно говоря. Так. Тут поинтереснее. Какая-то асимметрия. Но, но, но. Материал очень плотный. Очень много кофточек из материала. Как будто это полотенце. Можно не вытираться. Прямо его сразу надевать. Так, так, так. Все розовые. Но они разные. Разные материалы, текстуры, цвета. Мне такое не нравится. У меня есть уже одна кофточка, которая сейчас на мне розовая. Такого формата мне хватает. Джинсовые шорты всегда актуальны. Просто каждый год они немного меняются. В этом году в моде с небольшой эрванины. И в основном светлые оттенки. Немножко темнее тоже есть. Но вот эти, мне кажется, больше будут смотреться по-летнему. Они плотные. Если бы были немножко потоньше на лето, то был в самый раз. А вот такие укороченные рубашки, как у нас в Нике, я вижу в каждом магазине. Они сейчас очень актуальны. Так. И в основном еще цвета именно голубые. Других пока что не видела. А ведь и на Леру становится сложно найти что-то подходящее. Я сейчас искала в Заре, вообще в других магазинах ходила. Хотела найти карго. Ну или какие-нибудь спортивные штаны, такие широкие для танцев. И не нашла. Ничего нет такого. А что из обуви есть интересного? Посмотрим. Так. О! Интересный формат, но я такой не люблю. Вот еще какие есть разновидности сандали. И их можно мочить, я так думаю. Да. Потому что они с такого материала, как тапочки. Да. Это ретро. Вот эти вот мочить нельзя уже. Здесь клей. Они более уже парадные. Вьетнамки на любой вкус и цвет. Но я давно уже вьетнамки не ношу. Мне как-то Коля подарил вьетнамки. Они были удобные, да. Но он ошибся с размером. И они мне были большие. 37 размер, по-моему, он взял. Но ничего, я их хорошо поносила все равно. Я себе пока что ничего не нашла. А вот Коля уже взял себе две футболки. Точнее, одну себе, а вторую до соли. А сейчас мы увидели по дороге супермаркет и решили зайти взять немного продуктов. И не знаю, мы дальше будем ходить по магазинам или нет. Я уже устала, честно говоря. Поэтому здесь походим. Я не особо расстроилась, что ничего не взяла. Потому что, в принципе, еще есть время. И потом уже в другой день, в другое место, наверное, поедем. Просто всегда сюда приезжаю. Потому что здесь как-то спокойнее. И, в принципе, выбор есть. Ну, то есть магазинов много. А вот каждый раз приезжаю и думаю, что в этот раз я точно себе что-нибудь найду. Что-то, наверное, новый завоз уже привезли, что-нибудь, да. И каждый раз не получается. С первого раза, чтобы полностью все, что я хотела и планировала взять. А мне еще нужны солнцезащитные очки с диоптриами. Я все никак не дойду до оптики и не выберу. Потому что мои старые очки, я их сейчас не ношу. Они у меня все покоцаны. Я потом как-нибудь покажу. Там такие царапины. И к тому же зрение за это время, за 4 года у меня уже упало. Село, да, к сожалению. И они мне никак уже не подходят. Так как сейчас лето, значит, надо сделать чукупай. С чем? Правильно. С дыней и арбузом. Вот так вот. Мы дома. Покупки были небольшие из продуктов. Это чукупай с арбузом и с дыней. Все-таки решили взять. Коля хочет попробовать и снять это на видео. Также кислые яблоки. Сейчас скорее сезон начался, когда зеленые яблоки появились. В другое время их просто не найти. Только красные есть ли. А вот такие зеленые, они именно вот в июле. Дальше мармеладки для Леры. Колечки, по-моему. И еще другие желейки. Они кислые. Здесь спрей SPF. Защита от солнца. Мне как раз нужен был спрей. Я проходила мимо, увидела их и решила взять. Так, это мясо. И кимпап треугольный. Четыре штуки с разными вкусами. И вот такие футболки Коля выбрал для себя и для Досоля. Досоль взял 105 размер, а себе 95. Потому что Досолька любит, когда оверсайз. А Коля любит, когда более приталенный. Ну и надпись такая. Republic of Korea. Ну что, тебе нравится? Да, пойдет. Нормально. Такой вот капл сет получился. Не, не капл сет, как это сказать? Капл лук. Капл лук, да. Я уже закинула несколько вещей в чемодан. Посмотрим. Может быть, с ним увидела. Собираю чемоданы в путешествии, как я это делала раньше. А может быть и нет. Просто сейчас у меня нет времени. На выходных мы еще планируем поехать вместе с Лерой туда, куда она захочет. Потому что таких мест не так уж и много, куда она хочет вместе с родителями поехать. Ну и в целом, время быстро идет. И мне нужно все успеть сделать. Так что на этом я буду видео заканчивать. И если оно вам понравилось, то ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Также следите за мной в сторис. И увидимся с вами уже в следующем видео. Всем удачи. Всем пока-пока.